Сусветная кулинарная олимпиада – таки ж нашны турниры, як и спортивные олимпийские гульни. Проводятся с 1900 года, раз у 4 годы, избирая лепших кондитеров и поваров. Перемахчы у одной из номинаций, значит стать у один шерох с майстрами сусветного узровня. На этой мэты Дмитрий Антипенко ишел 17 годов. Яши со школы мару быть кондитером. Профессию выбирау адмыслова. До олимпийского медаля была перемога на чемпионате света по кулинаре у Лексинбургу, где Дмитрий продемонстровал работу с карамели. У Германию повез шоколадную композицию. Работа называлась «Ночь ведьм». Выполнена вся полностью из шоколада. Сюжет взят – праздник Хэллоуэн. Два тыдни напружены працы. 30 килограммов шоколаду, сотни деталей. Трухлявый пень, дядьмарка, куфор и вот таки корчак. Подчас оценки композиции жюри улишивая усе. От идеи и складанности до якости выконания. Хэллоуна правила – ничего, кроме шоколаду. Обовязковый этап – декорирование. Вот такие грибочки, галинки, аутентичные цвики. Вот такие дробицы робят звычайную працу кондитера твором соправданного мастатства. Зараз майстр принимает веншивание от коллег. До слова, Дмитрий – один и мужчина-кондитер на предприемстве. Если есть заказные торты, красивые, много всего, тогда я делаю, начиная с того, что заказные торты людям. Потом, если все закончилось, время остается, подхожу к столу и делаю обыкновенную работу. То есть обыкновенные, стандартные, поточные торты и пирожные. А после працы Дмитрий занимается творчестью. Зараз он поставил перед собой новую мету – поехать на международный кулинарный Крамлевский кубок в Москву. Только уже покажет работу не из карамели и шоколаду, а попробует новые солодкие материалы. Евген Паблавец, Евген Макеенко, телерадокомпания Гомель.